В этом видео я отвечу сразу на два вопроса из комментариев к донатам. Мы можем сколько угодно обсуждать тему устройства мироздания, но давайте признаем честно. По факту об этом мы абсолютно ничего не знаем. Мы не знаем, кто мы сами такие и как появились. Мы не знаем, что это за место, в котором мы находимся, как оно возникло и как устроено. Ученые как-то пытаются объяснить все то, что мы видим вокруг себя, но, на мой взгляд, получается у них это не очень убедительно. Например, они на серьезных щах рассказывают о том, что было на Земле миллионы и миллиарды лет назад. Но при этом до сих пор так никто и не объяснил, как получилось, что политехнический музей засыпан глиной по второй этаж. Хотя очевидно, что это было совсем недавно по историческим меркам. Или вот еще. Ученые нам рассказывают про какие-то далекие планеты, звезды и галактики, но при этом сами же признают, что 95% мирового океана до сих пор не изучено. Хотя, казалось бы, все это находится гораздо ближе, всего несколько километров под поверхностью. И мне кажется, что изучать океан как часть того мира, в котором мы живем, гораздо более актуально, чем какие-то далекие звезды и галактики, в которых, скорее всего, никто из нас никогда не побывает. На изучение космоса по всему миру тратятся огромные деньги. Но вы слышали, чтобы те, кто это делает, от изучения космоса получали хоть какой-то доход? Мне кажется, вкладывать деньги в какое-то предприятие и не получать от этого выгоды – довольно странное поведение для капиталистов. Можно, конечно, делать как отдельную технологию, да, ну, к примеру, взять, да, вот солнце, вращаем на себя, на себя. И потом, что самое главное после этой технологии, да, ну, то есть, вот, солнце крутилось, потом, бах, такой, да, и вот вспышка солнца пошла в биополе. Ну, и ответ на второй вопрос напрямую вытекает из ответа на первый. Я вполне допускаю, что подобные технологии существуют, потому что ничем другим я не могу объяснить, зачем сделали кладбище в центре столицы огромной страны, да еще много лет держат там незахороненную мумию. Но я думаю, вам не стоит беспокоиться, что женщина может применить их против вас. Потому что бабе, которая сама не способна даже долить масло в движок, такие технологии, скорее всего, навряд ли доступны. Кур приехал до конца, и безусловно. Я не знаю, что я помню. Пока.